Коммунальная задачка. Тема ЖКХ в уходящем 2014 оставалась такой же острой, как и в предыдущие годы, уступив пальму первенства лишь инфляции. Каждый второй россиянин на вопрос социологов, что больше всего его волнует, вспоминал о непростом своем быте, обремененном растущими тарифами, текущими крышами, неумением найти общий язык со своей, управляющей компанией зачастую и с собственными соседями. К тому же, что не сезон, то новшества в законодательстве. За ними не успевают следить, не то что разобраться. Что это за отдельные квитанции на капремонт, зачем нужны советы многоквартирных домов, для чего понадобилось лицензирование управляющей компании и прочей премудрости, которые для среднестатистического обывателя, как темный лес. Добавьте к этому нежелание коммунальных контор работать на совесть, и вы получите хрестоматийную картину. Но сегодня я хочу поговорить об исключениях, о коммунальных оазисах, которые возникают в той же самой суровой действительности. Их немного, но они есть. Так в чем же секрет? Еще недавно в девятиэтажке на Клинической 23 жили, как все, ругались с соседями из-за бесконечных протечек. Дело прям чуть ли не до драки у нас началось. Проклинали коммунальщиков, вздыхались от ароматов подвала, залитого нечистотами. Добавим к этому худые батареи, и картина апокалипсиса станет полной. Мы теперь вот оставляем вот это для истории нашего дома. Вонь это стояло невозможно, около подъезда стоять было невозможно. Посмотрите, что творилось. Трубы в руках, рассыпались, гниль. Теперь в нашем подвале хвастаются жители, можно хоть в тапочках ходить, чисто, сухо прогнивший лабиринт старых проводов заменили на новые конструкции. Перемещаться было невозможно. Из той паутины трубопроводов, которые были наложены в советское время, наверное, по принципу, положенный по принципу, мы его слепили из того, что было. И все это в рекордно короткие сроки. На магистральном трубопроводе сидит несколько домов, и в том числе детский садик. Поэтому работы производились ночью, и на работу, на переподключение ушло семь с половиной часов. Откуда же привалило обычной многоэтажке такое счастье? С одной стороны, банально повезло. Именно в этом году клиническая 23 попала в программу капитального ремонта. Но не во всех домах, что вытягивает счастливый билет, наступает покой и благоденствие. Были в моей практике примеры, когда вместе с капремонтом приходили и капитальные проблемы. Буквально в паре кварталов, два дома, 20 и 20А, на больничной. Их злоключением я посвятила три передачи. Тяжелый случай. Замена стояков и канализация растянулась на недели. Люди сидели без воды, отопления. Ну, а про то, как пользовались туалетом, в эфире не расскажешь. Жители во всем винили и руководство ТСЖ, пустившее ситуацию на смотек. На клинической 23 тоже сработал человеческий фактор. Но в плюс. А так вообще народ, в общем, инертный. Активные женщины у нас есть в доме. Вот поэтому только благодаря ей все это сделать. И сами люди стали уже до них доходить, что невозможно в таких условиях жить. Они стали созревать. Дом оживает. Люди выходят на улицу. Да, у них немножечко была такая позиция около своего подъезда, каждый собирался. Потом мы начали все-таки говорить, давайте объединяться, дом один, коммуникации один. Аргумент убедил. Оперативно провели собрание, на котором и решили начинать лечение дома с подвала. Жители, что редкость даже участие в торгах, принимали не просто как наблюдатели. Они сами выбрали себе подрядчика. Вместе составили четкий график, а потом контролировали каждый шаг. Теперь вот придирчиво изучают акты выполненных работ. Подписано только мною, что это подлинные и непеределыванные документы, неподделанные. Мы собрались с советом дома и обсудили все эти документы. Какие-то были замечания, они учли наши замечания. Теперь, Любовь Васильевна, на ближайшие пять лет вы мне родственники. Вот и хорошо. Пять лет – срок гарантии. И это время жители хотят потратить с пользой для своего кошелька и дома. Прежде всего, пересмотреть договор с управляющей компанией ООО «Коммунальник». Ведь теперь ей не придется обслуживать стояки и канализационные трубы. А значит, деньги текущего ремонта можно направить на решение других проблем. На клинической за 37 лет их накопилась тьма тьмущая – от покосившегося подъездного козырька и неработающих мусоропроводов до трещин на стенах и прогнивших оконных рам. Сейчас тепло. Подъезды сделали, батареи огненные. Вот сейчас посмотрите, какие. А рамы-то мы не можем закрыть их. Мы их забиваем для того, чтобы они уже, видите, сгнили. Но с коммунальником наладить диалог пока не получается. С пересмотром договора там откровенно тянут. У меня была целая кипа всех документов. Я уже все их выбросила, потому что уже надоело вот это одно и то же. А получать ответы? Денег нет? Ждите. Денег нет? Ждите. Вот и ждем, что надеемся, что мы поймем друг друга. Мы же все люди. С боем, конечно, не всегда все получается, но... Но пробиваем. Пробиваем. Идем вдвоем, втроем, пробиваем. Девятиэтажку на Чернореченской 63 обслуживает тот же коммунальник, но ее жители давно не ждут от него милостей. И раскрывает свой секрет, как из прогнившей панельки сделать конфетку. Для начала избавиться от должников. Мне спрашивают, а как же вы сделали, что у вас нет должников? А мы собираемся втроем, берем автомат и идем разговаривать. А затем привести в чувство коммунальную контору. В этом случае управдома тоже ноги кормят. В первый год я ходил каждый вторник в ЖЭУ и в управляющую компанию в ЖЭУ 60 раз в течение года. Управляющая компания стала понимать, что мы отслеживаем все. Раньше там и актов-то таких выполненных работ не было никаких. А теперь мы контролируем эти деньги от 500 тысяч. Если бы нам еще миллион 300 контролировать, мы бы отремонтировали весь дом за несколько лет. Не надо ждать капитального ремонта, который будет, может, после нашей смерти. Образно говоря. Не дожидаясь капремонта, который в этом доме будет только через 9 лет, Совет МКД уже начал замену стояков горячей и холодной воды, сделал ремонт в подъездах. У нас прекрасные мужики. Во, наконец-то, спасибо. Прекрасные мужчины. Работают отлично. Нам других не надо. Ну, на пиво-то пусть соберут хотя бы. Вот на пиво надо собрать. Проходи, Алексеевич. Проходи. Ты посмотри, как путные мужики живут. Покрасить стены, потолки, пол, покрасить лестничную клетку. Заменили окна, заменили все 9 этажей. Установили новые почтовые ящики, мусоропроводы, сделали батареи, наняли уборщицу. А пока шел ремонт, держали в тонусе подрядчиков. Потом они видят, что мы не отстаем от этого. Они думали, что надо делать. И потом уже спокойно все. Мы их обеспечили водой, чай горячий. Они рот закрыли и стали делать как положено. Конечно, признаются жители и Чернореченской, и Клинической, до коммунального рая им еще далеко. И по-хорошему нужно создавать ТСЖ, чтобы не тратить энергию на трудные переговоры с управляющей компанией. Но пока в этих многоэтажках-близнецах не рискуют. Народ еще пассивно относится к этому. Хочет, чтобы кто-то для них что-то сделал без их участия. Собрание проводящих подъездов. Они думают, что я начальник ЖЭУ. Отвечаю, понимаешь, за все. А я такой житель, как и они. А они ко мне прикинули, что у меня приступ сердечный, лекарства надо. Да не получается, мы не потянем ТСЖ. Лучше всего в государственное, как раньше было ЖЭУ, с которого можно было спросить. Это бессонные ночи, это бесконечные звонки. Мы жили и живем до сих пор так весело. Но, надо сказать, ни о чем не жалеем. Боялись. А что делать? Потому что нам вообще просто невозможно было в следующую зиму входить. Сами себя, члены правления ТСЖ Победа 89, шутку называют Камикадзе. А как иначе, Сталинке 57 лет. И за это время здесь никогда ничего капитально не латали. Решить опуститься в самостоятельное плавание было очень непросто. Но год назад, когда ПТС-сервис объявила, что уходит с рынка, жители поняли, это их шанс. Какой смысл менять одну компанию на другую? У нас в ПТС вообще ничего не получалось. Тогда можно было носить, пишите бумажечку, пишите заявление. Вот эта гипа наших просьб, пожеланий, даже на ремонт чего-то складывалась, там описать. Прямо война и мир можно было. Эта копная война перешла в открытое противостояние, когда люди объявили, что создают ТСЖ. Новая управляющая компания не хотела стерять столь лакомый кусок. В ход шли откровенные ультиматумы. Они нам развешивали объявление, что у вас не будет тепла и все такое. В общем, запугивали нас как могли. Мы выдержали тяжелый прессинг и со стороны управляющей компании, что вы такие, вы будете без тепла. И со стороны жителей. Вот вы виноваты. Вот мы мерзнем из-за вас. Это вы виноваты. Неизвестно, что будет. То есть было очень тяжело. И дай бог, что у нас вот хватило. Я вот говорила, терпите. Терпите, мы все равно победим, потому что это противозаконно. Они и победили. И не только управляющую компанию, но и недоверие жителей. Всем, кто сомневался, что перемены назрели, устраивали экскурсии в затопленные подвалы. Вот эта часть, посмотрите-ка, это вообще мы хоть оставляем для истории. Посмотрите, это такие трубы мы имели вместо вот этих новых. Сюда нельзя ни привариться, как видите, ни хомут поставить. И то они, наверное, держались, потому что раньше все было сделано по ГОСТу. С этим жить невозможно. Ну как можно? Я вообще не понимаю. Вот потому я сюда и водила всех людей. Смотрите, смотрите, как мы живем. Так жить нельзя. Кто ж тут возьмется, кроме как собственники? В минувшем году стартовал ремонт холодного водоснабжения. Причем новорожденный ТСЖ рассчитывается за работу в рассрочку. Поменяли систему отопления, стойки горячей воды. Разгребли хлам в подвалах. Вывезли два КАМАЗа мусора. Здесь были заброшенные такие вот катакомбы. Здесь была просто вот свалка. Там не пойми чего. Она сейчас вот еще осталась вот там. Просто мы еще не все тут выгребли. Тут не знаю, за что браться. Ведь только год. Ведь только год. Это вообще нет ничто для ТСЖ. Это она неблагодарная работа. Ее не видно. Она внутри. Видно, там наверху подметают, покрасили. Хорошо подъезд, почистили. Дом – это тот же самый организм. Если у него язва, так зачем же мы будем делать косметические операции, когда нужно делать операцию полосную? Потому что, ну иначе никак. Как жить-то? На повестке дня старая электропроводка и прохудившаяся крыша. Здесь не надо даже залезать на крышу. Ниже видно. А вот, ниже вот сюда. Изначально. Ух ты! Все небо видно, да. Вот вам, пожалуйста, крыша. Но за всеми этими заботами не забывает ТСЖ о погоде в доме. Ведь стоит только поползти слухом о нечистоплотности правления, пиши пропало. Примеров тому в Самаре масса. И потому председатель товарищества и члены правления решили пойти на беспрецедентный ход. Работают они бесплатно. Пусть она будет, вот это моя зарплата, пусть она идет в счет дома. Ну пусть. Но я беднее не буду. Мне будет просто это как бы на душе легче. Ну и не хочу я, чтобы... Просто потому что у нас дом не развалится. Поэтому вот мы работаем на идеи. Ну, так сказать, и за идеи. Никто не верит и не надо. Вот пусть хоть немножечко у нас поднимется дом. Пусть не сразу, рассказывают активисты ТСЖ, но жители тоже включились в работу по преображению дома. Стали уходить на субботники. Сами благоустраивают двор. Но почивать на лаврах, несмотря на все успехи, говорят товариществе, пока рано. Конечно риск. Я не думаю, что у всех может это получиться. Как повезет. Главное, чтобы люди между собой были готовы к этому. Не просто это все, очень непросто. Это сказка вот быстро сказывается, а дело-то долго делается. И надо сначала, прежде чем организовывать ТСЖ, собрать актив хороший. Людей собрать. Вот это основное, чтобы были единомышленники. И не просто языком болтать, а именно делать. Нужно работать честно, на доверие, чтобы была команда сплоченная. Не каждый не тянул одеяло в свою сторону. Нужно найти единомышленников активных, которые будут идти вместе с тобой в одну ногу. Разруха в доме, разруха в головах. Вот. Это самое страшное. Что мы не научились быть хозяевами. Собственниками стали, а хозяевами мы только еще становимся. Вот это самое главное. И когда это люди поймут, вот, тогда, наверное, они будут по-другому друг к другу относиться. А сидеть и ждать, когда кто-то из жалобы писать, это все бесполезно. Вы же приедете к нам через год. Конечно. Посмотрите за нами, как мы растем. Действительно, нужно будет заглянуть на Победу 89 через год. И посмотреть, как идет этот эксперимент по превращению обычной Сталинки в образцово-показательный дом. Энтузиазм, конечно, фундамент не самый надежный, но другого нет. Потому как спасение утопающих в коммунальных бедах – это дело рук, сами понимаете кого. Вот и вся дымовая наука. Попробуйте, может, и у вас получится. А на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова